В связи с ухудшением эписитуации в республике вводятся новые ограничения. Особенно они повлияют на работу объектов общественного питания. Прежде всего, кафе и рестораны должны ограничить число посетителей. Вызвано это быстрым распространением опасного вируса. Согласно протоколу оперативного штаба, объекты торговли и общественного питания должны осуществлять свою деятельность в соответствии с рекомендациями Юго-Сидпотребнадзор. Все учреждения должны усилить дезинфекционный и масочный режим. Более того, объектам общественного питания запрещено проводить массовые праздничные мероприятия. Также ограничено число посетителей до 50% от общего количества посадочных мест. Ограничили число посетителей и в ресторане Минас. По словам шеф-повара, сразу после получения протокола они отменили все массовые мероприятия. Сейчас ресторан работает в условиях карантина. Согласно протокола. В одном из самых посещаемых мест города в кафе Венченца в разгар обеденного перерыва практически нет людей. По словам работников, после введения новых ограничительных мер посетителей стало намного меньше. Связано это с тем, что многие ушли на самоизоляцию. Тем не менее, руководство ресторана выполняет все предписания Юго-Сидпотребнадзора. Сотрудники строго в масках и перчатках. Указы оперштаба, после которого было принято решение, мы соблюдаем санитарные нормы. Также мы сделали, чтобы у нас была посадка 50%, то есть эта дистанция соблюдалась. Также на всех столах при входе мы обрабатываем руки. Также на столах средства для гигиени и ухода против вируса. Все это мы соблюдаем. В кафе-рандеву перед началом рабочего дня специальными дезинфицирующими средствами обрабатываются столы, полы, стекла, ручки входных дверей. Большинство кафе и ресторанов, которые мы обошли, соблюдают меры безопасности. Санитарные нормы позволяют не только предотвратить распространение инфекций, но и завоевать доверие клиентов. Стелла Бязарова, Замат Кудзаев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.